Трёхлетний ребёнок пострадал в результате столкновения двух автомобилей. Деонекси и Лады 14-й модели на пересечении местного проезда проспекта Ямашево и улицы Лаврентьева. Девочка находилась в детском кресле, но всё равно в момент аварии сильно ударилась головой. Врачи скорой помощи приняли решение о её госпитализации. Нафиса Минясова выясняла, как такое могло случиться, ведь скорости на этом участке дороги, как правило, минимальны. Смотрела в ту сторону, потому что иномарка, а я его вообще не увидела. Девять часов вечера мама с ребёнком ехали домой. Трёхлетняя девочка в это время спокойно спала в автокресле на переднем сиденье. Всё по правилам. Посмотрев направо, автоледи убедила, что её пропускают, а вот слева выезжающую узбекскую иномарку не заметила. Водитель последним признался, что не видел автомобиль, который должен был пропустить. За вину приезжаю, конечно, потому что виноват я. Азиз, водитель Деонекси, свою вину признал полностью. Говорит, не посмотрел и решил проехать. Расстояние небольшое. Выехал, а там в тот момент ехал отечественный автомобиль. Рассказывает, выяснять, как так произошло, не было ни времени, ни желания. На руках у автоледи плакал маленький ребёнок. Признаётся, что сразу побежал узнать, как себя чувствует девочка и нужна ли ей помощь. Мать девочки произошедшего вспоминают почти с ужасом. Говорит, казалось бы, не такой сильный был удар, но её маленькая дочь всё же пострадала. Рассказывает, что во время столкновения просто отстегнулся ремень безопасности, держащий детское кресло. Как такое могло произойти, не понимает. Ведь пристегнула дочь как следует. Во всём винит качество отечественных автомобилей. Советская машинка, девушка, отстегнулась от удара, видимо, сюда ударился. А ребёнок с кресла мистил. Малышку для полного обследования госпитализировали в детскую республиканскую больницу. Она получила ушиб мягких тканей головы. На вся меня зовут Эльма Лахметов. Вызов 112. Продолжение следует...